Я иду на тренировку рано утром и каждый раз вижу, как уборщицы. Люди все равно здесь все свои здания, особенно частные дома, все зарешечены. Односторонние движения практически везде. Чаще всего мусор лежит возле мусорок, а не в самих мусорках. Да, здесь очень часто можно встретить на улицах полицейские патрули. Вообще наличку у нас ее просто не было, ни копейки. А здесь без налички никак. Вот как вы представляете все мой куполок? Вот здесь в Аргентине это... Я потом захожу, она просто разливает воду везде по всей квартире и начинает заниматься вот этой штукой. Наверное, думали, что сгущенка, вареная сгущенка, это что-то только относящееся к нашей культуре. Но в Аргентине, возможно, это придумали даже раньше. Друзья, всем привет! Сегодня я решил записать такое видео, рассказать вам о 10 самых удивительных для меня фактов за почти 8 месяцев жизни в Аргентине. Вот, сейчас вам расскажу и постараюсь показать все, что меня, как бы, повергает в шок, либо просто удивляет. Я думаю, что вам будет интересно. Это не в каждой стране происходит, это не в каждой стране есть. Но вот в Аргентине есть огромное количество интересных нюансов, моментов, которые я выяснил за 8 месяцев жизни здесь. Поэтому поехали! Первое, что меня не то что шокировало, но удивило, это плитки, которые, как бы, выложены для каждого здания отдельно, свои плитки. То есть я сейчас вам покажу. Вот эти вот плитки у каждого дома, частного, неважно, частный дом или жилой, большой, многоквартирный дом, у каждого есть своя площадка и со своей уникальной плиткой. И прикол в том, что они эти плитки каждое утро моют, прям натирают с пеной. Я иду на тренировку рано утром и каждый раз вижу, как уборщицы, в каждом доме есть своя уборщица. И вот эта уборщица, она обычно помоет весь дом, да, все здание, подъезд, выходит и моет в конце плитки. Вот сейчас я вот здесь видео вставлю, как они вообще выглядят. И это для меня было немножко удивительно. Еще, друзья, конечно, здесь в Аргентине не самая лучшая там ситуация по безопасности. Но мы живем в Кордове, здесь все, в принципе, нормально, в хорошем районе живем, поэтому никаких проблем нету. Но люди все равно здесь все свои здания, особенно частные дома, все зарешеченные. То есть прямо некоторые даже делают на решетках электрическую преграду, ну, то есть просто под электричеством находятся решетки. И это говорит о том, что все-таки есть проблемы с криминалом. Кстати, по криминалу я уже снимал видео, вот здесь будет подсказка. Посмотрите обязательно, я там много интересных вещей рассказывал про безопасность, про оружие, про криминал. Едем дальше, что еще? Я живу в городе Кордово, это второй по численности город в Аргентине. И здесь односторонние движения практически везде. То есть дороги, вот машины едут в одну сторону. Это так непривычно после России, после стран СНГ. Ну и вообще обычно там, где я был, везде двухсторонние движения, здесь в одну сторону. И я, например, еду на велосипеде или там в такси. И часто вижу, что просто вот, чтобы найти нужный поворот, куда машина едет тебе в нужную сторону, нужно там объехать очень-очень много пространства. Это тоже немножко впечатляет в первое время. И немного не сходится с той картиной мира, которая у тебя обычно есть. Еще меня здесь, конечно, удивляет, это мусорки местные. Вот я сейчас вам покажу, как они выглядят. Это такие больше даже похожие, я не знаю, на какие-то коробки для фруктов. Вот, они вот так выглядят. И эти мусорки, ну, чаще всего мусор лежит возле мусорок, а не в самих мусорках. А еще, друзья, здесь, как вот у нас в СНГ странах, вот есть голуби, какие-нибудь там, воробьи. Здесь летают попугаи просто точно так же. Попугаи здесь, короче, это обычная птица, которая просто летает по улицам. В основном, конечно, в парках, но в некоторых районах вот таких более спокойных попугаев тоже можно встретить. И это здесь не что-то такое прям удивительное. Обычная птица. Еще здесь какое-то безумное разнообразие растительности. Если там в России, где я живу, два-три вида деревьев и все, что можно увидеть из зелени, ну, там, Сибирь я имею в виду, я все-таки из Сибири, да. Но я в Питере жил тоже, там чуть-чуть побольше разнообразия, но все равно здесь вообще можно встретить какую-то удивительную красоту и деревья разных абсолютно. Это тоже очень впечатляет. Так как здесь в Аргентине не все окей с безопасностью, да, здесь очень часто можно встретить на улицах полицейские патрули. Причем интересно в том, что они обычно парами, вот, и девушка с парнем стоят, да. То есть здесь даже такое ощущение, по ощущениям, что полицейских девушек гораздо-гораздо больше, чем парней. Вот еще хотел рассказать про киоски, для чего они здесь нужны и что меня удивило вообще, какая связь с этими киосками у нас. Дело в том, что, например, чтобы поехать на общественном транспорте, да, на автобусе куда-то, нужно пополнять карту. Карту эту можно приобрести, опять же, в этих киосках и пополнять можно тоже в этих киосках. Так вот, пополнение зачастую не так выглядит, как вы себе представляете. То есть вы пришли, вы определенную сумму уже запланировали пополнить и не всегда в этих киосках можно пополнить на эту сумму. Это проблема. Также с интернетом. Интернет тоже пополняется в киосках, можно еще в других заведениях пополнить, но они просто все находятся очень далеко. И самые ближайшие обычно это вот киоски. Также еще, кстати, в аптеках можно пополнять интернет. Вот, это удивительно, это неудобно. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Например, если куда-то надо тебе поехать, и у тебя кончились деньги на проезде, ты такой, так, тебе нужно найти киосок, прийти, не в каждом киоске тебе положат денежки на твой счет. Интернет может закончиться, опять надо идти в киосок, пополнять. Короче, неудобно. Это, я думаю, связано с тем, что здесь мы, как местные, пока еще без карточек, ну, местных банков, наверное, с карты как-то можно это пополнять. Но, учитывая, что все ходят с наличкой, что здесь наличка, это абсолютно нормально, мы уже от нее отвыкли, да, например, когда в России жили, в Питере, мы вообще наличку, у нас ее просто не было, ни копейки. А здесь без налички никак. Кстати, еще с наличкой связан один факт, что в магазинах, например, если вы расплачиваетесь, да, да, красавица, в магазинах, если что-то покупается, за наличку стоит это дешевле, типа, около, там, 10 даже процентов разницы может быть, скидка. Прямо подходите к кассе, и она спрашивает, вы карты или наличка, и вы говорите, наличка, это здесь называется эффектива, вот, и тебе, типа, скидка, если ты наличкой платишь. Вот такие вот тоже удивительные факты. Друзья, еще, конечно же, удивило то, что я сегодня с утра, например, шел на тренировку, и вижу, что уборщица моет полы у нас в подъезде. Я сразу вспомнил, захотел поделиться с вами, вот, как вы представляете все мойку полов. Вот здесь, в Аргентине, это абсолютно можете забыть, как моют полы у нас, там, как привычно, да, тряпкой что-то там намывают. Здесь просто разливается вода вот так по всему полу, и просто специальной такой штукой, как, знаете, она очень похожа на такую приблуду, я не знаю, как она называется, который моет окна такими, там, такая резиновая прослоечка, вот, ей, типа, моют окна, и вот здесь точно такую же штуку используют для того, чтобы просто помыть пол. То есть, по сути, разливается вода, и гонится вот эта вода к сливу там или к выходу. Вот таким вот образом аргентинцы моют полы. Я даже не знаю, что эффективнее, эффективнее наш способ, да, привычный, традиционный, либо аргентинский надо сравнивать. Но прикол в том, что я уже не мою полы, не знаю, полгода, наверное, потому что у нас в доме идет в комплекте с нашей квартирой уборщица, которая это делает. Я как-то просто смотрю, как она убирается, я что-то своей жене говорю, что-то как-то, блин, странно все, вообще непонятно. То есть, я потом захожу, она просто разливает воду везде по всей квартире и начинает вот это вот, заниматься вот этой штукой. Вот, и это, конечно, тоже меня шокировало, но вроде как остается очень чисто, и, в принципе, мы довольны, поэтому имеет место быть такой способ. Кстати, господа аргентинцы, напишите в комментариях, почему именно, вообще откуда пошло именно такое, потому что для нас это удивительно и необычно. Почему именно вы так моете полы, может быть, кто-то моет по-другому, и это только так уборщицы для скорости делают. Непонятно. В общем, напишите в комментариях, что вы думаете. Вот у нас, у нас это немножко по-другому. У нас просто берется тряпка, выжимается и тряпкой моется. То есть, никаких штук мы не используем. Мы используем тряпку. Так, еще хочу вам рассказать про местные сладости. Что удивило? Удивило то, что все, что у них есть сладкое, оно, в принципе, вкусное, но оно все из вареной сгущенки. Здесь это называется дульс и де лечи. Это вот любая сладость, которую вы купите, здесь будет внутри вареная сгущенка. Это их традиционная, наверное, местная сладость. Кстати, наверное, люди, которые смотрят меня из СНГ, из России, наверное, думали, что сгущенка, вареная сгущенка – это что-то вот только относящееся к нашей культуре. Но в Аргентине, возможно, это придумали даже раньше. Я не проверял, но, в общем, вот здесь это дульс и де лечи – это именно вареная сгущенка. Обычные сгущенки мы здесь не видели. Вот, поэтому любая сладость, она состоит из вареной сгущенки – это, ну, как бы, типа минус, я считаю. Просто разнообразие небольшое именно каких. Вот у нас, например, можно купить тортик там с каким-то кремом, с каким-то заварным, еще с чем-нибудь. А здесь тортики, любые вкусняшки, они все только на основе дульса де лечи, то есть аналог вареной сгущенки. Друзья, надеюсь, это видео было интересно для вас. Я также подготовил еще вторую часть, если вам будет любопытно послушать еще какие-то удивительные факты про Аргентину, которые меня шокировали, смутили, обрадовали. Пишите в комментариях об этом. Обязательно ставьте этому видео лайк. Чем больше лайков, тем больше я понимаю, что вам эта тема интересна. Аргентинцы, не обижайтесь на меня, потому что я просто высказывал свое личное мнение, никого не хотел обидеть. Я вас очень сильно люблю, вашу страну обожаю. Много вещей, которые я не понимаю, но это просто мое мнение, поэтому без каких-либо ко мне вопросов. Увидимся в следующих видео. Кто еще не подписан на меня, подписывайтесь. И всем пока! А вот как раз сейчас покажем. Да, еще, друзья, здесь... Я вырежу, давай. Про электричество? Я же только что сказал. Ты что? Так, дальше что? Так, что еще? Что-то мне не нравится, как идет вайп вообще никакого нет вайба. Ой, моя бусечка. На. Писается. Ой. Да, держи. Это, конечно, не сиська, но тоже погрызть можно. На кассе. А, да, кстати, про еще... У тебя везде. А, да, кстати. Да и пофиг, это же влог. Откуда они берутся все? Че? Чай. Чай. Ой, блядь, чай. Как начать-то, блядь, просто? Блядь, ну что ж ты за уебок, а? Остановился прямо, сука, на моменте. Давай дальше. Есть... Давай дальше. Вообще не идет. Меня все сбивают, все раздражает. Я не могу рассказывать. Лучше...